7 перспективных андроидов будущего Когда речь заходит о восстании машин, киноиндустрия внушает, что воплощать его будут человекоподобные злобные роботы. Однако продвинутому искусственному интеллекту, который почему-то не взлюбит людей, сделать это намного сподручнее. Он может через интернет просто остановить всю жизнь на планете. Но ему для окончательного завершения миссии понадобятся солдаты-роботы. В обзоре приведем перечень современных перспективных андроидов, которые вскоре могут стать либо универсальными фантастическими помощниками человека, избавив нас от всей рутины, либо присоединиться к восстанию машин. Здесь не упоминаются самые продвинутые роботы, которые в 2023 году собрали в ООН пресс-конференцию, потому что их миссия – имитация человеческих эмоций и лиц, а также демонстрация языковых и аналитических возможностей искусственного интеллекта. Многие из этих продвинутых андроидов не умеют ходить, переносить вещи или брать в руки инструменты. Робот София по умолчанию вообще передвигается на колесной платформе, а это ограничивает ее возможности. 1. Робот Digit – разработчик Agility Robotics США Этот американский робот выбран первым, потому что он уже производится серийно. Его цена начинается от 250 000 долларов. Диджит умеет ходить, бегать, подниматься по ступенькам, переносить вещи. Его призвание – работа на складе или в курьерской службе. Руки Диджита пока не обладают пальцами, но это несложная модификация. Роботизированных ладоней, как и бионических протезов, рынок уже предлагает много. Нынешняя версия Digit не имеет привычную голову, но разработчик уже анонсировал новую модель с головой и глазами, которая поступит в продажу в начале 2025 года. Размеры Диджита совпадают с параметрами среднестатистического человека. Номер 2. Робот GR1. Производитель Fourier Intelligence. Страна Китай. GR1 занимает второе место, потому что китайский производитель обещает выпустить к концу года первые 100 штук. Его миссия – помощь в качестве сиделки престарелым или людям с ограниченными возможностями. Андроид имеет высоту 165 см и вес 55 кг. Способен развивать скорость до 5 км в час. Его электроприводы обеспечивают 40 степеней свободы. Благодаря мощным электродвигателям GR1 способен поднимать вес до 50 кг, что близко к его собственной массе. GR1 обладает возможностью выполнять различные задачи, такие как сидения, стояния, прыжки, использование посуды и инструментов. Этот робот может стать полезным помощником по дому или помочь в реабилитационных программах. Однако основной упор компания Fourier Intelligence делает на сопровождении одиноких пожилых людей. Номер 3. Робот Apollo, компания Optronic, США. Робот имеет те же параметры среднего человека. Рост 1,7 м, вес 72,5 кг. Apollo может поднимать 25 кг. Робот использует электричество, а не гидравлику, которая считается небезопасной и имеет 4-х часовую батарею, которую можно прокачать до 22 часов. На груди у Apollo есть цифровые панели, которые сообщают об оставшемся заряде батареи, текущей задачи, над которой он работает и что планирует делать дальше. У Apollo также есть лицо и преднамеренные движения, например, поворот головы, чтобы указать, куда он пойдет. Первоначальная цель Apollo использовать в логистике, взяв на себя физически сложные роли внутри склада, чтобы улучшить цепочку поставок за счет решения проблемы нехватки рабочей силы. Компания Optronic планирует выйти на полную коммерческую производительность к концу 2024 года. Apollo начнет работу на фабриках и складах, выполняя простые задачи, такие как перемещение коробок и катание тележек, но со временем функциональность Apollo увеличится за счет новых моделей и обновлений до такой степени, что его можно будет использовать в строительстве, производстве электроники, торговых площадках, доставке на дом и даже в уходе за пожилыми людьми. Номер четыре. Робот Феникс. Компания Sanctuary AI, Канада. Компания Sanctuary AI представила полноценного гуманоида в человеческий рост, который может выполнять 110 задач, связанных с розничной торговлей, включая складирование, упаковку, маркировку и многое другое. Рост Феникса составляет 170 см при весе 70 кг, что приближено к среднестатистическому мужчине. Для обучения робота используют режим телеприсутствия. Оператор надевает гарнитуру, благодаря чему робот становится аватаром. Машина следует за движениями, а платформа Carbon наблюдает, анализирует и учится. В программу включено множество задач, связанных с деятельностью работника склада. Модель обучения ориентирована не только на движение, но и на языковые навыки, так что со временем Феникс сможет общаться. Если разработчик дойдет до коммерческих продаж робота, в мире появится на одного помощника больше, либо на одну угрозу больше, если рассматривать возможность восстания машин. Номер пять. Робот CyberOne, компания Xiaomi, Китай. Робот CyberOne обладает антропоморфными конечностями, имеет высоту 177 см и вес 52 кг. У робота есть OLED-панель, имитирующая человеческое лицо, которое позволяет ему видеть в трехмерном формате. С использованием микрофонов и камер робот способен распознавать 85 различных звуков окружающей среды и 45 классификаций человеческих эмоций. Во время презентации робот продемонстрировал свои способности, самостоятельно выйдя на сцену и подарив цветок генеральному директору Xiaomi. CyberOne может быть полезным помощником как в домашних условиях, так и на рабочем месте. Его стоимость предварительно оценивается в 60 тысяч долларов, но о сроках массового производства пока не сообщается. Xiaomi рассматривает его как часть будущей технологической экосистемы. Насколько мы знаем из деятельности Xiaomi, слов на ветер они не бросают, поэтому вероятность появления робота на рынке велика. Номер 6. Робот Optimus, компания Tesla, США. Tesla Bot имеет рост 177 см и вес 73 кг и способен передвигаться со скоростью до 8 км в час. Вместо лица у робота установлен дисплей. Производитель утверждает, что робот будет иметь грузоподъемность до 20 кг и управляться системой искусственного интеллекта. О сроках производства не сообщается, но Илон Маск озвучил ориентировочную цену 20 тысяч долларов. В данный момент это звучит неправдоподобно и эксперты рынка отнеслись к официальной информации скептически. Однако, как мы знаем, Tesla умеет воплощать проекты, а стоимость их автомобиля даже снижается. Номер 7. Робот Atlas, компания Boston Dynamics, США. Робот Atlas, разработанный компанией Boston Dynamics, представляет из себя впечатляющего антропоморфного робота, ростом 175 см и весом около 82 кг. Он оборудован аккумулятором, который позволяет ему работать на одном заряде около часа с четвертью. Atlas обладает удивительной маневренностью и способностью выполнять разнообразные движения, включая бег, прыжки и акробатические трюки. Этот робот спроектирован для выполнения различных задач, включая поиск и спасение, а также помощь в автономной доставке груза. На данный момент Atlas находится на стадии исследования и разработок. Его стоимости и даты продаж официально объявлены не были. Этот робот является самым известным и эффектным в рейтинге, но и с самыми смутными перспективами массового производства, поэтому поставлен в конец списка. Как видно из обзора, антропоморфные роботы станут повседневной реальностью в пределах 10 лет. США, Китай и Канада включились в эту гонку. Уже существуют модели в массовой продаже. Производство других анонсированное ожидается в ближайшие годы. Заявленная стоимость разбросана от 20 тысяч долларов до 250 тысяч долларов. Учитывая опыт роботов-собак, где модели от Boston Dynamics продавались за 72 тысячи долларов, а спустя два года китайская Uni3 выпустила аналог уже за 4 тысячи долларов, мы можем ожидать такого же разнообразия предложений и доступных цен для будущих андроидов. В обзоре неупомянуты медлительные или учебные модели типа испанского RIMC, интеллектуальные роботы типа Софии и Амики, которые разрабатываются в научных целях, а также более ранние стадии прототипов типа андроидов Artemis или Hallady, которые также вскоре покажут нам что-то стоящее. В реальности концептов антропоморфных роботов существует намного больше.